Добрый день, друзья! Сегодня мы поделимся с вами списком лучших продуктов для выведения токсинов из организма. Все мы хотим иметь здоровый организм, функционирующий без сбоев. Состояние здоровья и общее самочувствие определяется не только наличием или отсутствием заболеваний, но и тем, насколько загрязнены и зашлакованы системы органов. Слово детоксикация в последнее время постоянно на слуху. Препараты, системы питания, гимнастика и многие другие направления разрабатываются специально для очистки организма. И ведь действительно, разве найдутся те, кто не хотел бы избавиться от токсинов, отравляющих организм? Токсины и шлаки накапливаются в организме годами. Откуда они берутся? Источников множество. Неблагополучная экологическая обстановка, питание, вода, лечение лекарственными препаратами и прочее. Шлаки – самый настоящий мусор в теле человека. Они могут накапливаться в форме слизи, отёков, камней, отложения солей. Токсины – это ядовитые вещества, отравляющие жизнь здоровым клетками тканям в организме. Накапливаются и оседают не только в органах, в том числе и головном мозге, но и в жидкостях, например, в крови, лимфе, внутриклеточной жидкости. Токсины человек получает извне, в том числе и из тех продуктов, которыми питается. Но если есть продукты, которые оставляют свой токсичный след, значит есть и продукты с прямо противоположным действием – детоксикационным. И именно о них мы и хотим рассказать, чтобы каждый, придерживаясь несложных правил, мог очистить организм, почувствовать лёгкость и свежесть, а также избавиться от таких признаков засорения организма, как головные боли, проблемы со сном, кожей, стулом, постоянные простудные заболевания и аллергические реакции, отёки. Планируя процесс детоксикации организма, знайте, это целая комплексная программа с подготовкой, реализацией и поддерживающей терапией. Именно на последнем этапе рекомендуется придерживаться здорового питания и чаще включать в рацион продукты, способствующие очищению организма. За пару недель до очистки, насколько это возможно, стоит выявить те источники токсинов, которые поставляют в ваш организм отравляющие и ненужные вещества. Исключить по максимуму все вредные продукты питания, содержащие сахар, красители, консерванты, синтетические вещества. Больше двигайтесь в течение дня, а если возможно, добавьте активные физические нагрузки в виде плавания, бега или хотя бы быстрой и продолжительной ходьбы. Вместе с потом будут выходить и токсины. Обязательно соблюдайте пищевой режим и исключите стрессы. Это обеспечит сам процесс детоксикации, да и хороший позитивный настрой будет только способствовать результату. Начнём наш список продуктов для выведения токсинов с овощей. И первое место в списке по праву достаётся свёкле. Этот корнеплод содержит большое количество пектина и помогает обновляться крови и очиститься печени, которая в свою очередь является самым главным органом-очистителем. Также свёкла способствует мягкому очищению кишечника и улучшению его перистальтики, а также употребление этого овоща поможет вам выглядеть моложе. Свёкла сохраняет детокс-эффект в любом виде – свежим, печёным, варёным, тушёным, а также в виде сока. Репчатый лук – богатый аминокислотами, улучшающими обмен веществ, очищающими печень. Он поможет вывести из организма вредные металлы, такие как мышьяк и ртуть. Обладая противовоспалительным эффектом, лук очищает кожу от воспалений и помогает поддерживать её здоровый вид. За счёт содержания флавоноидов лук способен убивать болезнетворные грибки и микробы и улучшать пищеварение. Данный продукт рекомендуется употреблять в свежем виде. Чеснок, содержащий алицин, является отличным антиоксидантом и по праву считается природным антибиотиком. Он помогает снизить уровень холестерина в крови, очистить кровь и сосуды, а также способен уничтожать некоторые виды бактерий. Он богат серой и способствует более эффективной работе печени. Кстати, не все знают о способности чеснока выводить никотин из организма. Так что, если вы серьёзно настроены очистить организм и, наконец, решили бросить курить, чеснок вам может в этом помочь в качестве дополнения к диете. Капуста известна своими противовоспалительными свойствами. Её употребление эффективно помогает справиться даже с язвой желудка, а молочная кислота, которая в ней содержится, помогает поддержать здоровье кишечника. Выведению токсинов способствует вещество сульфарфан, которым богата капуста. Вывести токсины из организма поможет и белокочанная капуста, и брокколи, и цветная. Пользу принесут все виды капусты. Особенно эффективным будет употребление капусты в свежем и квашеном виде. Употребление моркови эффективно при лечении простудных и кожных заболеваний, а также при лечении анемии. Сельдерей – самый востребованный компонент овощных детокс-коктейлей. Он способствует очищению крови, препятствует отложению мочевой кислоты в суставах и стимулирует работу щитовидной железы, положительно влияя на эндокринную систему в целом. Употребление сельдерея облегчает работу почек и мочевого пузыря, являясь хорошим мочегонным средством. Сельдерей можно употреблять в составе салатов, овощных супов, рагу, смузи и коктейлей. Кроме овощей, есть ещё ряд продуктов, помогающих организму избавиться от токсинов. Например, семена льна. Они содержат большое количество неперевариваемой клетчатки, которая, мягко очищая кишечник, забирает вместе с собой токсины и способствует снижению веса. Кроме этого, семена льна богаты полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для здоровья организма. Бразильский орех способствует выведению из организма тяжёлого металла ртути, отравляющего организм изнутри. Но в больших количествах употребление этого ореха не рекомендуется. Фрукты тоже благоприятно воздействуют на организм и отлично справляются с задачей выведения токсинов. Ананас, известный фрукт, способствует снижению веса. Но при этом его полезные свойства не заканчиваются, ведь он богат клетчаткой, и всего одна долька ананаса способна обеспечить до 10% суточной нормы. Особые ферменты, содержащиеся в ананасе, очищают кишечник и улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Яблоки, богатые пектином и клетчаткой, помогают детоксикации организма и выведению тяжёлых металлов. Яблочный сок – прекрасный помощник в восстановлении организма после вирусной инфекции. Яблоки способствуют выведению паразитов из организма в составе комплексной терапии, а ещё способствуют улучшению работы мочевого пузыря и печени. Можно употреблять яблоки в свежем виде, в составе салатов, в виде соков, в печёном виде. Высокое содержание витамина С в лимоне помогает не только бороться с простудными заболеваниями, но и с мочекаменной болезнью. Лимон способствует улучшению работы печени и сердечной мышцы. Лимон можно добавлять в горячие и холодные блюда, добавлять в напитки или просто в воду. Ещё один цитрусовый помощник в очищении от токсинов – грейпфрут. Помимо витамина С, поддерживающего иммунитет, он активизирует работу печени и снабжает организм питательными веществами. Авокадо знаменит своими питательными и антиоксидантными свойствами. Он способствует выведению токсинов, которые разрушают стенки сосудов, снижают уровень холестерина в крови, способствует нормализации артериального давления, помогает нормализовать пищеварительные процессы. Авокадо можно употреблять в качестве компонента для салатов, а из-за высокого содержания растительных жиров можно им заменить сливочное масло. Ещё один известный и эффективный борец с токсинами – имбирь. Он не только улучшает обмен веществ и способствует снижению веса, но и активирует работу печени. Он обладает сильными патогенными свойствами, а значит выводит токсины через кожу. Корица – ароматная специя, которая может использоваться как природный консервант, помогающий продлить и сохранить качество продукта. Добавление корицы в блюда поможет улучшить работу пищеварительной системы и кишечника. Корица также помогает вывести из организма накопленные токсины. Добавлять её можно в выпечку, десерты, напитки, сладкие блюда. Полезно включить в свой рацион отруби, богатые клетчаткой. Они благотворно воздействуют на микрофлору кишечника, мягко очищая его. Кисломолочные продукты, богатые лактой и бифидобактериями, а также молочной кислотой, хорошо влияют на работу кишечника. Добавление морской соли в блюда помогает не только восполнить дефицит йода в организме, но и вывести излишнюю кислоту через мочевыводящие пути. Таким образом, морская соль поможет поддержать щелочной баланс организма. Из ягод с токсинами поможет справиться клюква, которая является природным антибиотиком. Она поможет справиться не только с токсинами, но и с вирусами, очищает мочевую систему от действия токсинов. Завершим наш список водой. Вода – важнейший элемент любой детокс-программы. Соблюдение питьевого режима – обязательный элемент не только очищения организма, но и поддержания здоровья. Неважно, есть у вас в данный момент цель очистить организм от токсинов или нет. Норму воды 1,5-2 литра в сутки необходимо выпивать. Все системы организма нуждаются в воде, не говоря уже о том, что мы с вами состоим из воды примерно на 70%. Наши клетки, органы, ткани нуждаются в ней. Это необходимо для нормального обмена веществ, питания, очищения, обновления. Важно пить в течение дня именно воду, а другие напитки, которые мы употребляем – чай, кофе, соки – не входят в суточную норму воды, которую нужно выпивать. Стимулируя очищение организма, мы помогаем ему сосредоточиться на основных функциях и эффективной работе органов, не отвлекаясь на борьбу с токсинами. Детоксикацию можно проводить курсами, соблюдая специальные диеты, а между курсами рекомендуется не забывать помогать организму и употреблять продукты, очищающие его от токсинов. Не надо ждать, пока они накопятся и начнут отравлять ваше здоровье и ухудшать самочувствие. Надеюсь, в этом выпуске вы узнали что-то полезное и нужное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь этим видео с близкими и родными. Проявляйте заботу о себе и будьте здоровы!